Это второй сезон самой долгожданной битвы в истории. Да начнётся битва шефов! Его величество, король тортов, Ренат Акзамов. Костя шансов ноль. И его величество, шеф Сияруси, Константин Ивле. Кто в белом, кто ты царь. Два гиганта. О-о-о! Два титана. О-о-о! Два метра высокой кухни. Это нереально вкусно. Настолько нереально вкусно, что я даже выплюнул это. Сегодня они готовы скрестить ножи и венчики, чтобы найти уникальный кулинарный талант. Я на этом борще три раза замуж вышла. Беру сразу. Тысячи претендентов. К кому ты из нас пришла? Я пришла к вам. К Ренату. К вам, Константин. Просексуальный. Добро пожаловать в команду профессионалов. Жесточайший отбор. Это блюдо не для моей команды. Никакой пощады. Может, я на нее неправильно посмотрел? А, нет. Победителем станет только один. Наконец-то! Костя, ты знаешь, я чувствую запах. Это запах победы, Костя. Именно с этой стороны. Во имя гастрономического мира. Да будет битва шерпа! Добро пожаловать в мир гастрономии. Мы рады приветствовать вас на проекте «Битва шефов». Чей-то талант засияет сегодня на всю страну. И окажется он, естественно, в команде Рената Акзамова. Кондитера с большой буквы «К». Большие у вас только булки, Ренат. А настоящий победитель, конечно же, окажется в команде настоящего шефа всей Руси. И он станет победителем битвы шефов! Прямо сейчас любители и профессионалы из разных уголков России представят на суд шефов свои лучшие блюда, которые раскроют их кулинарный талант. Самых сильных участников мэтры гастрономии отберут в свои команды. Количество мест ограничено. Ренат, я вообще не понимаю, зачем ты согласился на это продолжение. Константин, ты знаешь, я пришел сюда для того, чтобы выбрать лучшего специалиста и показать тебе, что твое время уже давно вышло. Самое главное, я понять не могу, где ты здесь найдешь свой мякиш или крупс-безе. Я смотрю, научился цитировать великих, да, Костя? Ну что, давайте, поехали! Первый участник! Грамотный, сильный профессионал! Я приглашаю тебя в свою команду! Элегантно, как профессионал! Будем надеяться. Уйти какая вообще прелесть! Меня зовут Алик, мне 27 лет, я из города Москва. Вы повар? Ну, я шеф-повар. Я профессиональный повар, уже более 10 лет. Больше всего я люблю готовить итальянскую кухню. Мне кажется, это у меня в крови. Вашему вниманию представляю пюре-корень сельдерея, лосось, свежие весенние травы, это сельдерей, базилик, мангольд и цитрусовый соус. Почему ты относишь к весенним травам базилик и сельдерей? Не знаю, для меня это весенние травы. Молодец. То, что он говорит весенний, значит, там весенний. Это 100% весенний. Предлагаю доверять человеку. Вам нужно попробовать. Вот при том, что набор продуктов понятный, простой, но сочетание очень классное. Алик, скажите, в какую команду вы хотели попасть? Вы оба два достойных шефа. Ну, конечно, хотел бы попасть к вам. Но у вас есть все шансы. Однозначно, это блюдо очень вкусное. И я хочу вас увидеть в своей команде. Спасибо. Ты большой молодец. Блюдо достаточно очень легкое. Правильное. Чувствую траур в твоем голосе. Но, к большому сожалению, тебе скажу нет. Спасибо большое. Я безумно благодарен вам. А я знаю, почему ты сказал нет. Потому что ты знал, что он все равно пойдет в мою команду. Конечно. Сегодня дядя Алик покажет вам мастер-класс. А почему бы не сказать было да тебе? Вот показать человеку, что ты тоже его уважаешь. А ты услышал, что он сказал, что он идет в мою команду, и ты сразу, а здесь моя хата с краю. Я не я. Независимо от того, что у кого человек бы учился, за два года он не может стать шефом. Ты знаешь, есть такая фраза, которую я в свое время сказал. Когда вкусно, тогда вкусно. Когда вкусно, тогда вкусно. Окей, ладно. Итак, следующий участник. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, какая дымзаврая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, меня зовут Лавинья Росси, мне 21 год. Я из двух городов, Москва и Милан. Все потому, что я наполовину итальянка. Это лавина вкуса, ты посмотри. Она меня просто вот так вот заглатывает. Я окончила кулинарную академию Le Cordon Bleu в Мадриде. Работала также в Барселоне в ресторане двух звезд Мишленко Сина и Романг Стори. Мишлене? Да. Надо тебе уши почистить, понимаешь? Лавинья, это очень круто. А почему вы тогда не приготовили что-то из Мишленовского ресторана? Решила удивить простотой. Я приготовила Cordon Bleu. О-о-о! Нежное внутри, хрустящее снаружи, с морковным пюре. Ты вот такая вот вся воздушная стоишь, вся такая нежная, понимаешь, как суфле. Ты вообще готова бороться? Да, это просто моя такая оболочка больше защитная. То есть внутри у тебя все 56 оттенков серого, да? У меня все кипит. Уверен, что вы на кухне монстр, Лавинья, потому что блюдо нереальное. По вкусу для меня это блюдо абсолютно сбалансировано. Да, оно простое, но в нем чувствуется профессионал с большой буквы. Для меня было бы большой честь увидеть вас в своей команде. Я говорю вам да, можете пройти в мою команду. Спасибо большое. Лавинья, я скажу вам так, что это блюдо неудачное. О-о-о! Потому что пюре из моркови, оно сладкое, а курица тоже сладкая. Независимо от того, что мне это не нравится блюдо, я тебе скажу да. Теперь тебе придется просто-напросто сделать красивый выбор. Блюдо не нравится, но я говорю тебе да. Л-логика. Делайте В-выбор. Спасибо огромное. Я выберу команду Константина Ивлева. Меня как-то привлекает, когда человек с холодком. Я выбираю таких наставников. Спасибо большое. Рад тебя видеть в Дрим Тим. Спасибо. Спасибо. Ты очень крутая девчонка, я это чувствую, поэтому она моя. Зря я это блюдо похвалил. Следующий участник. Здравствуйте, уважаемые шефы. Здравствуйте. Очень суровый, серьезный участник. Меня зовут Вадим, я из города Санкт-Петербург, и мне 26 лет. На кухне уже работаю около 10 лет. Я люблю разносторонние направления. Хотел бы сыграть и поднять ваше настроение. Давайте, поднимите. Тяжелый труд работать, вечно в жаре. Как быстро разом все отдать. Ведь мы с тобой, мой друг, не на пожаре. И надо вкусно и красиво все подать. Любовь привить удастся здесь немногим. Порезы, травмы, сон по 6 часов. И каждый повар скажет без тревоги, когда вкусно, тогда вкусно и без слов. Молодец, молодец. Блюдо настолько же интересное, как и эта композиция. Оно максимально интересное. Это паштет из печени цыпленка, приготовленный методом сувит, добавлением ягод и коньяка. Дальше идет у нас соус кордиал из черной смородины, свежий эстрагон. И все это скрашивает пряный печеный орешек фундук. Вот эти черненькие точечки на паштете, это что? Это чай каркаде. Я хотел усилить немного, добавить кисленьки, сбалансировать вкус. Ваше блюдо очень вкусное. Лично для меня вот этот соус, он кисловатый. Но паштет однородный, нежный. Я не чувствую кристалликов жира, мне все нравится. Я говорю, да. Я хочу увидеть тебя в своей команде. Я чувствую, что у тебя все получится. Чтобы ты понимал, Ренат узнал только свое варенье из черной смородины. А я тебе скажу, нет. Твое блюдо не является блюдом. Не очень хороший цвет тарелки, которая лишний раз все сливает. Идеальная тарелка. Ты и на паштет уложил большое количество соуса. Он видишь, он весь растекся здесь. Ты еще не доучился, но я уверен, что в команде лузеров ты научишься многому. Поэтому я говорю, нет. Вы талантливый специалист, не слушайте дедушку. Скажу вам сразу, Вадим, у вас золотые руки, светлая голова. И уверен, вы сможете себя реализовать в моей команде. Добро пожаловать в команду профессионалов. Спасибо большое. Я вас не поведу. Спасибо. Спасибо, даже не сомневаюсь. Рад, что я прошел в команду Акзамова и буду за него стараться побеждать и топить по полной. Вы знаете, вот хочется вкусного мяса. Но где этот талантливый человек, который принесет это блюдо? Ой! Здрасте. Ой, ой, какая милота. Здравствуйте, представьтесь. Меня зовут Устюгова Тетерина, Наталья Валерьевна. Мне 42 года, я из Москвы. Я не профессиональный повар, но тем не менее, в свою первую смену на профессиональной кухне я вышла именно шеф-поваром. Это Костя любит таких шефов. Нет, 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 это ты любишь таких кухарок. Она одного дня не проработала, уже шеф в ресторане. Так это к тебе! Я открыла свой ресторан. Ты еще и ресторан открыла. Стала шефом, первый же день. Не вышел шеф-повар и не вышел горячник. Ну, а хорошо, к кому ты пришла? Я бы хотела попасть к Ренату, он смешнее ругается. Ну так, чисто поржать. Я умею готовить для мужчин. Я умею готовить вкусно, бенажористо, сытно, как любит Константин, как любит Ренату. Вроде бы это борщ, но на самом деле это такое зелье приворотное. Ага. Я на этом борще три раза замуж вышла. Слушай, ну мы оба женаты. Я решила четвертый раз сварить этот борщ, чуть по другому рецепту, чтобы же, упаси Господь, не замуж выйти, а в одну из этих дверей пройти. Ага, я понял. Костя, давай ты первый попробуй, потому что все-таки это приворотное зелье. Не-не-не-не, вы мне ничего плохого не сделали, это не приворотное сейчас. Вот этот борщ мне не нравится. Я люблю, чтобы присутствовала соль. И мясо было более таким мясистым, что ли. И мне не нравится вот эта композиция в виде огромной кучи мусора. У тебя ощущение, как будто вот есть вот такая история. И вот взяли на кухне и вот высыпали. Как смешно ты ругаешься. Наталья, я говорю однозначное нет. И уверен, что Константин заценит и ваше блюдо, и ваш опыт шефа. Все? Вырвался? Наталья, к большому сожалению, это не борщ, а народное искусство. У меня команда на самом деле профессионалов. Из одного человека. Ну, я вам однозначно скажу нет, потому что вы и не ко мне пришли. Спасибо вам большое. Спасибо. До новых встреч. Мне обязательно нужен яркий, вкусный человек. Я буду надеяться, что это тот, кто сейчас зайдет в эту студию. Кстати, беру сразу. Прям уверен. Уверен. Ну, давай посмотрим. О, бинго! Добрый день. Ага. Меня зовут Даниил Данин. Я из города Санкт-Петербург. По образованию я юрист, специалист гражданского права. Но в 2009-м я оставил высокооплачиваемую работу юристом и ушел на кухню, потому что я очень люблю готовить. Это два бургера с разной говядиной. То есть там есть брискетт, это вот справа, а слева рваная лопатка говяжья. Ой, молодец. Готовилось это все в печи на дровах. Бургер, который ты сделал, он просто шедевральный. Спасибо. Это не вот это вот там мякиш, это не вот эти вот там хрусты, безе и всего остального. Это круто. Я хочу, чтобы ты был в моей команде, поэтому я тебе говорю да. Спасибо, шеф. Скажи, пожалуйста, вот это что белое? Белое – это сыр. В соусе, значит, в одном соуснике это то, что похоже на табаско. Это помидорная вода с чили-перцем, а во втором – это конфитюр из перцев рамира. Он завис, он не понимает некоторые вещи. Булку кто делал? Делал мой друг. Я пока до них еще не потянулся до такого качества булокана с картофельным пюре и сливочным маслом. Ну, это очень вкусно, правда. Я в Москве, когда был в разных бургерах, почему-то я подобного качества не пробовал. Прям бомба. Я очень хочу, чтобы вы пришли в мою команду. Спасибо. Даниил, тебе надо принять решение, в какую команду ты хочешь попасть. В команду профессионалов или, соответственно, в команду хлебного мякишу. Ну, тут в любом случае два профессионала передо мной, это в любом случае. Но поскольку я хотел к вам, то я иду к вам. Welcome. Молодец. Забирай. Нет, нет, оставь. Шикарный взрослый бучер. Я уверен, парень может многое. Очень вкусный бургер, даже холодный. Зато ты понял, да, как интуиция сработала? Учись, студент. Итак, следующий талантливый участник, который хочет попасть в мою команду. Заходим. О! Ты знаешь, кто это? Нет. Очень приятно познакомиться. Она у тебя еще не была? Меня зовут Татьяна. Здрасьте. 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 Меня зовут Равникова Татьяна. Я из прекрасного города Санкт-Петербурга. Это не просто красивая и удивительная девушка, но это участник адской кухни. Победитель или участник? Нет, но она могла. Она не профессиональный повар, но творит, соответственно, чудеса. Вот единственное блюдо сегодня, которое полностью выполнило установку на задание. Спасибо. Пять. А вы долго продержались на адской кухне? Я полуфиналистка. Четвертое место заняла. Да, она крутая. Когда она на адской кухне готовила какую-то хрень, она после нее начинала готовить котлеты. Она сумасшедше делает котлеты. Итак, Татьяна. А вот Татьяна, знаешь, у нее все в котлеты переходит. А сейчас вы работаете по профессии? Да, конечно. Я частный повар. Адская кухня для меня была очень хорошим уроком. Прошло пару лет, я набралась опыта, знаний. Поэтому, да, я пришла за победой, только за победой. Для вас я приготовила свои вариации Витела Таната. Виталий и ее готовят на праздники. Тань, к большому сожалению, хочу сказать, что ты меня сейчас немножко опозорила. Ты прошла адскую кухню, и ты подала блюдо, я бы это назвал автомобильной подушкой. Но вот эти вот засушенные края мяса, они не должны быть. Должно быть все под соусом. Поэтому однозначно могу тебе сказать, а нет, тебе нравится все, что не нравится мне. Я тебе говорю нет. Я знала. Татьяна, блюдо вкусное. Давайте посмотрим, на что вы способны уже в моей команде. Я говорю вам да. Спасибо. Много дека мне его еще раз посмотреть. Может, я на нее неправильно посмотрел. А, нет. Я на нее правильно посмотрел. Спасибо, Рина. Костя еще не раз пожалеет, что ее не взял в свою команду. Итак, следующий. Молодой, талантливый. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Константин Хохлов. Я из города Тамбов. Я профессиональный повар, работаю шефом в баре. Представляю вашему вниманию шоколадный панч. Это сфера из двух видов шоколада. Ты кондитер, что ли? Нет. А, приготовил кондитерское изделие? Очень интересно попробовать себя. Значит, пришел к нему? Да. А, вот так. Ну, молодец. Да, нужно немножко приложить усилий. Сфера, как я и ожидал, не сломалась с первого удара. Для меня это тоже уже было жутко. Это уже провал. Не переживай, Костя. Это жуть. То, что я съел, это несъедобно от слова совсем. Для домашней темы очень неплохо. Испит какой-то горький крем, отвратительный, плотный. И мне не нравится внешний вид этого изделия. Мое резюме однозначно нет. Знаешь, чтобы ты понимал, Ренат всегда так говорит, когда ему завидно, что у людей намного вкуснее. Конечно, это не гениальное блюдо. Однозначно, это не очень красиво. Но это приемлемо во вкусе. Поэтому я тебе сто процентов скажу, что да, я приглашаю тебя в команду профессионалов. Спасибо. Добро пожаловать. Извините, что я продал ваше издание. Ничего страшного. Не надо извиняться перед ним. Я его взял, если быть откровенным, просто из-за того, что он Костя. Уверен, что Ренат будет постоянно на него слиться. Талантливый участник. Заходим. Какая у вас летящая походка. Привет, уважаемый шеф. Привет. Меня зовут Таня Харичева, мне 37 лет. Я приехала на битву шефов из Нижнего Новгорода. Я не профессиональный повар, я бизнес-консультант. Варинату помогите его бренд раскрутить, а то что-то как-то он еще буксует и буксует. Сегодня я приготовила пиде. Крымская татарская, турецкая лодочка. Когда я бываю в Стамбуле, во всех кебабных я кушаю пиде. Мне что-то даже грустно стало, что вы только одно блюдо едите в Стамбуле. Сейчас только пиде. Значит, вы специалист на турецкой кухне, правильно? На азиатской, на кавказской, на турецкой. Приготовление еды – это мое хобби, моя страсть, моя целая вселенная. Кому ты из нас пришла? Я пришла к вам. Потому что я была на ваших мастер-классах, и я бы хотела, чтобы вы меня еще подучили. Но я на мастер-классах никогда не готовил турецкие блюда. Выйди ко мне. Попробуй, пожалуйста. Вкусно? Вкусно, сочно. А специи? Берем тертик. У меня огонь прям. А сырое тесто тоже огонь? Естественно, для меня это было прям таким расстройством. Но судя по тому, что она прошла именно твой мастер-класс, мы видим это. Это твоя психологическая травма, я ее вылечу. А здесь нельзя было вылечить, да? А вот здесь вот, ты понимаешь, это вот такая осада. Но на самом деле я здесь соглашусь с Ренатом. Это, конечно, дело вкусное, но, к большому сожалению, не мое. Хоть ты и пришла ко мне, извини, но я тебе скажу все-таки нет. Татьяна, ну реально с тестом вы работать не умеете. Поэтому если вы хотите нормально научиться готовить, добро пожаловать в мою команду. Я говорю вам, да. Таня, я поздравляю тебя от любви до ненависти один шаг. У меня ученик Константина Ивлева, который не умеет готовить тесто. И такое бывает на битве шефов. Я отдаю шанс таким людям проявить себя. В команде Кости она будет подавлена, в моей она раскроется, как цветок. Итак, следующий участник. Привет. Добрый день. Меня зовут Антон. Сложно поверить, но мне 38 лет. Я родился в Ростове-на-Дону. Я не профессиональный повар, но я профессиональный едок. Для вас я приготовил закуску из молодых чили персов с козьим сыром и пряной мятой, обернутый в бекон. А это блюдо к какой кухне относится? К моей личной. Любишь спайси, острую еду? Несомненно, мне кажется, по мне видно. Я этнический кореец. А что не удивило корейской кухни? Честно говоря, я плохо готовлю корейскую кухню. Если бы вы принесли пигоди сюда, я бы съел с огромным удовольствием. Это вам к моей маме. Ну ладно, к кому пришел Антон? К вам, Константин. Мне импонирует его борода. Красавелла. Мне вот очень интересно послушать Рената. Просто он так смотрит на тебя, я даже понять не могу. Ты первый участник, на которого он просто залип. Для меня то, что вы принесли, стало большим удивлением. Для меня это блюдо совсем несъедобное. Может быть, у вас есть внутри какой-то огромный потенциал, но, к сожалению, вы его сегодня не показали. Понял. Я говорю нет. Спасибо. Антон, могу сказать, что вкусненько. Я вижу, в тебе потенциал, и мне будет очень безумно интересно, когда мы вместе с тобой сделаем их. Ты в моей команде, тебе говорю да. Спасибо большое. Я вот прям в нем уверен. Это мой какой-то вот шаулинь. Оберег мой. И так, следующий. О-о-о! Меня зовут Анатолий. Для друзей, близких и добрых знакомых я дядя Толя. Я повар-любитель, от слова люблю готовить. Шефы. Кали Мэра. Это значит доброе утро. Меня зовут Яни. Я из Греции. О, из Греции. Шефом работы в греческом ресторане. Меня зовут Сергей. Я представляю город Тверь. Мне 30 лет. Я являюсь сушефом. Меня зовут Анастасия. Мне 30 лет. Я из Невиномыска, Ставропольский край. Это мусакас. Греческое блюдо на основе картофеля, баклажана, фарша говяжьего, естественно, соус бешамель. Представляю вам свое блюдо. Это котлета по-киевски, спрей из мятного зеленого горошка. Суфлет Трески в авторской интерпретации. Это сет миди в сливочно-винном соусе с греночками. Я говорю вам, да, это вкусно. Я тебе просто говорю, да. Я выберу ваш, Константин Ивлев. Спасибо большое. У вас котлета получилась? Я тебе говорю, нет. Добро пожаловать в команду профессионалов. Спасибо, Шеф. Это блюдо не для моей команды. Говорю тебе, да, ты в моей команде. Я тебе однозначно уже говорю, нет. Добро пожаловать. Это одни из лучших миди в моей жизни. Ну что, Ренат, сейчас-то все, и мы расставим все точки над «и». Ты, как всегда, собрал у себя плеяду людей, которые не умеют готовить, но зато они боготворят тебя. Один из них твой ученик. Я была на ваших мастер-классах. Другая участница адской кухни. Я полуфиналистка, четвертое место заняла. Не умеют готовить люди в моей команде. Что касается Татьяны, она же четвертой была, но не первой. Победа, как всегда, достанется сильнейшему, а это я. Ну давай посмотрим на результат, Костя. Согласен. Поехали. Итак, силы шефов равные. В команде Акзамова шесть кулинарных воинов. Это Алик Ханферян, Татьяна Травникова, Вадим Куликов, Анатолий Архипенко, Анастасия Данилова и Татьяна Хорячева. В отряде Ивлева тоже шесть бойцов. Лавиния Росси, Даниил Данин, Константин Хохлов, Сергей Привалов, Антон Агай и Янис Хрисахаидис. Сильные и мощные профессионалы. Я рад вас приветствовать. И, естественно, обращаюсь к своей команде. Ура! Рад вас здесь приветствовать и сказать вам о том, что вы лучшие. Да, шеф. Наступил тот момент, когда твои апельсинчики сейчас будут поглощены. Прошу вас отнестись с пониманием к другой команде. Они не виноваты, что попали в команду Константина. Но, чтобы ты понимал, в конце... Туннеля есть яркий свет. Вот финиш команды апельсинчиков во главе, соответственно, с их батоном. Сейчас участников ждет первое испытание. Им предстоит приготовить всем известное блюдо с определенным кулинарным подвохом. Самые слабые воины покинут команды шефов навсегда. Сегодня вы будете готовить настоящую, правильную, а главное, ароматную и вкусную паэлью. Одно из самых известных испанских блюд. Я никогда не готовила паэлью, я вам скажу честно. Но есть одно уточнение. Паэля должна быть как в Валенсии. Предполагаю, что какой-то ингредиент особенный у каждого города. Перед вами наш шикарный стол. Здесь огромный выбор продуктов, но для правильной паэльи подходят не все. В паэлье помимо продуктов еще очень важен рис. Здесь масса разнообразного риса, но только лишь один вид подходит для паэльи. Кстати, кто из вас умеет или знает, как готовить паэлью? Восемь рук в моей команде и одна рука в твои. После того, как вы приготовите паэлью, команды поредеют. На приготовление этого блюда, паэлье, мы выделяем ровно 45 минут. Да пребудет с вами гастрономическая сила, вкусные мои. В этом испытании шефы проверят участников на кулинарную эрудицию. Знают ли они, из какого риса готовить паэлью по-валенсийски? Какие продукты в нее добавлять, а какие нет? Слушай, ну будет интересно, я уже чувствую. Готовлю вкусно по-гречески, все как надо. Костя, вообще паэлья, это же означает, переводится как сковорода. Да. Мы расставили на кухне большое количество разных сковородок. Мне очень интересно, участники какой команды выберут правильную посуду для приготовления? Знаешь, я вижу, что у многих пошло стадное чувство, либо все-таки все в теме. Вообще в Испании это вот национальная не только гордость, но и такое вот кукинг-шоу. Потому что очень часто во многих городах прямо на улице разжигают огонь, подвешивают вот эти вот здоровущие сковородки и готовят. Это очень эффектно. Сегодня же валентийская паэля. Для валентийской паэля используется кролик и птица. Мне очень интересно, участники смогут сегодня догадаться, какое именно мясо нужно положить? Беру тушку кролика, начинаю филировать его. А знаешь, почему используется именно кролик и курица? Ну, потому что рис-то готовится всего лишь 20 с копейками в минуту. Потому что если брать баранину, ты ее за это время не приготовишь. У тебя рис весь переварится, а мясо будет сыро. Мне нужна курица, я видела, что мне нужен кролик. Я взяла курицу бедро, кожу, поэтому надеюсь, что вкус также будет яркий. И из овощей я взяла стручковую фасоль и стручковый горошек. По-валентийские паэля готовятся без добавления рыбы и морепродуктов. Она готовится только лишь из кролик, из курицы, ну и, конечно, из улиток. И, конечно же, острая колбаса чуриза. Чуриза – это именно испанская колбаса. Сейчас туда уходят копченые колбаски. Надеюсь, валентийцы оценят. Взял я курицу и колбаски. Моя команда это очень хорошо знает, потому что я ни у кого не вижу ни одного куска рыбы или морепродуктов. Зато твои вон чешут, кальмары обдирают, креветки чистят. Беру морепродукты, я такой думаю, надо сделать нежный кальмар. Там лежит у нас мидии, думаю, мидии точно подойдут. Я готовлю паэлью, по моему мнению, по валентийскому рецепту, с добавлением морепродуктов, шафранок, куркумы. Валентия находится на берегу Средиземного моря, очевидно, там есть морепродукты. Вряд ли они не ловят рыбу там. Я обжарю морепродукты вместе с красным перцем и чесноком, добавляю овощи. Я, походу, угадал с морепродуктами. Паэлье, конечно, был важен рис. Мы поставили на стол и арборио, и бурый рис, и булкур. Ну и, конечно же, главный рис бомба, который является именно валенским рисом. Я выбрала рис круглозера, и вообще он называется бомба. Я надеюсь, что это он и есть, потому что его с арборио очень легко перепутать. Рис взял арборио, потому что я готовил с ним, мне он нравится, и я бы хотел его использовать и здесь. Взял рис с закрытыми глазами, там был какой-то длинный и чёрный, не захотелось, взял покороче. Свою греческую паэлью готовлю на плите, на огне, как паста Орзу с морепродуктами. Моя команда, послушайте меня внимательно. Что вам всем не хватает? Вам не хватает включённого, нагретого конвектомата? Где вы все собрались доделывать паэлью? А зачем конвектомат нужен? Наводить, наверное. Я сейчас запутался. Я немножко подслушал, да, и решил этим воспользоваться. В конце я бы хотел немножко подпечь её, потому что считаю, что шеф Ивлев не просто так говорил своей команде эти слова. Вот мне интересно, кто это режет? А, это мой, зараза, режет. Перец должен быть крупнее, нарезан на паэлью. Шефы решают провести инспекцию в своих командах. Это, солнце моё, не лапша. Антон, это паэлья. Да, шеф. Она ещё будет запекаться, не запекаться, а доходить, водиться с рисом. Куда-то ты уехал чуть-чуть не туда. Мимо Валенсии, да? Подумай всё-таки, что в Валенсии любят больше. На слух кролика. Серёга, я надеюсь, ты делаешь паэлью, а не гуляш какой-нибудь, или жаркое. Не-не-не, не гуляш. Пальгону кровать? Само собой, потому что иначе у тебя высохнет рис весь. Всё-таки кальмары решила добавить. Да. Курица, кальмары, кривитосов нет. Кролика нет у тебя, да? Кролика нет. Ребят, не забывайте, что вам надо сделать одну подачу. Чем больше риса вы добавите, тем, соответственно, дольше у вас будет это всё готовиться. Вы готовите ненароку. Да, шеф. Морепродукты? Осминог. Кролик есть? Нет. Понятно. Морепродукты. Паэлья. Да, да. Я понимаю, что нужно отметать морепродукты и немножко перебываться в воздухе. И решил, что буду делать с копчёными колбасками и кроликами. Такая некая моя интерпретация паэльи по-валенсийски. Мне кажется, единственные, кто знает, что такое правильная паэлья, это участники моей команды. Ну, чтобы ты не забывал, единственные, кто был в Испании, это как раз участница моей команды. Валенсия и паэлью на мясе готовят в горах, то когда сверху выкладывают перец, они называют это горными креветками. Поэтому выкладывают красный перец для красоты. Но у меня только зелёный. Вот эти вот сковородочки с тонкими ручками, да, то есть они как раз идут как для приготовления, так же, как и подачи этого блюда. Я выбрала блюдо для подачи. На самом деле оно достаточно простое, но оно со средиземным морским акцентом. Почему не хочешь тарелку взять? Хочу тарелку, потому что, насколько я знаю, оно так и подаётся. Шефы готовы продегустировать паэлью по-валенсийски. Посмотрим, кто из участников смог приблизиться к оригинальному рецепту. А кому придётся подкупать шефов невероятным вкусом. Как говорится, средиземноморское настроение нам обеспечено, Ренат Рафинатович. Может быть, начнём? Давай начнём. Посмотрим, как рушится твоя империя, Константин. Поехали. Мы с Ренатом Рафинатовичем сделали маленький для вас казус Кукотского. Идея заключается в том, чтобы вы выбрали правильный рис. Валенсии. Есть порядка шести видов риса, и только у одного есть название. Бомба. Это короткозёрный рис. И именно его многие из вас должны были выбрать. И есть ещё одна очень важная специфика для приготовления и подачи паэльи. Для паэля в переводе – сковородка с ручками. И самый главный цимус в паэле считается тогда, когда нижний слой риса подгорает. Обязательно это надо съесть. Это даёт силы. Ну, так считают испанцы. Ты увидел со второго этажа, что у тебя в сковородках у всех горит. И ты придумал сейчас – дно должно быть обязательно подгорелое. Такая должна быть паэля правильная. В моём случае, я чувствую, сегодня горелой корочки не будет. Один из важных моментов. В состав паэля должно входить обязательно. кролик, курица и улитки. Серёжа, погнали! В старом паэлью использую я длиннозёрный рис и мясные продукты в виде курицы и колбасы. Сблагородил помидорами и перцем. И также аджико. Ну, начнём с того, что, во-первых, правильно, что подаёшь в сковородке. Это уже бал. Вторая история, я посмотрел, да, слегка подгорелое. Не знаю, как Рафинадыч, а я вот всегда ещё с детства люблю, что вот пюрешку, что гречку, что рис, чтобы они были слегка вот такие вот прижаренные. Третий момент. Рис как раз должен был короткозёрн, а не длинный. Да. Яичка не хватает. И прям готовый завтрак. Согласен. Ну, то, что я вижу в сковородке, это симпатично. Это интересно, это приятно. Кстати, помидоры очень шикарные. В целом, это похоже на то, что мы с Ренатом объявили, но есть и минусы. Очень интересно, как грек приготовил испанское блюдо. Я готовил паэлья, использовал в рисарборе морепродукты, осьминоги и кальмары. Такая хорошая рисовая каша с морепродуктами по-гречески. Первая ошибка в том, что не в сковородке. Вторая уже то, что здесь, соответственно, кальмары и многое другие, хотя не страшно. Самое главное, чтобы было вкусно, но и более-менее схоже. Адреналин заскаливает, думаю, сейчас прокатит. Я понимаю, что там ничего эмоционального нет. Признаться честно, первый раз согласен со словами Рената, что здесь ничего интересного. Просто вот именно рис с помидорами, кальмарами и осьминожками. Спасибо. Спасибо. Я как бы должен был пройти на следующий этап, потому что приготовил реально вкусно. Питер, Даниил. Даниил. Значит, я использовал колбаски охотничьи, полукопченые, и купатые взял вместо чориза. Использовал спаржу томаты, кролика и курицу. Ну, рис я взял бурый. Такая рисовая шакшука. Попробуй, пожалуйста, на соль. Мне достаточно соли. Это хорошо, что тебе достаточно, но мне нет. Это не критичный момент. При том, что ты использовал бульон из курицы, странно, но нету насыщенности. Он не успел навариться, он такой. Ну, не важно, у тебя все равно были копчености. И главная задача была кролика – прижарить, все сложить, поставить в духовку и пиу, в тир играть с ними. Да. То, что ты сделал это хорошо, внешний вид шикарный, на вкус, хочу тебе сказать честно, слабо. Но посмотрим, что у других. Спасибо, Анастасия. Моя маленькая звездочка – Лавинья. Я считаю, она не маленькая, она большая звезда. Каждая женщина любит, когда ее ассоциируют с девочкой. Но тебе, Рафинатович, это не понять. Она звезда к твоей команде. Шеф, это вальсианская поэлья с кроликом, курицей, улиток я не увидела, честно. Фасоль стручковая, горошек и перец зеленый. Внешний вид вот просто бомбе. Уйди и посмотри, как должно выглядеть, по крайней мере, настоящая поэлья. Настоящая поэлья. Иди, звезда. Ой, зашквал. В кого влюбилась? Да, пересолила. Ты думала, я не почувствую, что ли? Я мясо сильно зажарила, и я когда солила, об этом забыла. Кролик очень опасен, его не надо много солить. Независимо от того, что чуть больше пересол, это блюдо подходит под эталон. Он просто не знает, что такое поэлья. Как она выглядит? Спасибо, отлично. Спасибо, шеф. Антон. Решил, как всегда, пойти по-своему. По-другому не умею. Я считаю, что видов поэлья две. Правильно и моя. Ты не знал, да, что такое поэлья? Нет, в первый раз готовил. Ну, понятно, что здесь чуть не та сковородка с точки зрения подачи. Ты готовил с большим количеством морепродуктов. Да. Ну, посмотрим, насколько это может быть вкусно. Рис, я смотрю, ты этот взял, да, короткозерный. Это блюдо к поэльи не имеет никакого отношения, но оно очень вкусное. Оно сочное, оно яркое, пропитанное вкусом мидии, кальмаров, очень хорошо гармонирует перец. Я тебе скажу, по вкусу отлично. Спасибо, шеф. Спасибо. Констант де Бонасье. Прошу. Так, ты используешь что? Кролик, колбаски. Все верно, и курица. А кто из вас взял улитки? А тоже нет. А тоже нет, лузеры. Ммм. Ммм. У тебя как у Антона. Похоже на поэлью, но не поэлья, но при этом очень вкусно. Взят правильный рис, который в себя очень много впитал джуса. Колбаса, кролика. Вкусно, но есть шероховатости. Спасибо. Спасибо вам. Итак, коллеги, не каждый из вас справился с испытанием, но есть и победы. А пока давайте пристегнем ремни и поржом. Передаю слово апельсинкам. Я понял, что ты доволен был только одной участницей, и у одной участницы был жуткий пересол, в чем я лично убедился. Мне интересно посмотреть на работы талантливых профессионалов. Вадим, поехали. Внешний вид этого блюда шикарный. Сковородка выбрана правильно. Это поэлья в авторском стиле. Ее готовил еще мой отец в ресторане. Она сделана с морепродуктами, но добавлением куриного бульона насыщенного. Немножко запек в конвектомате, чтобы как раз слегка дно схватилось, и появился хруст. Снизу хруста, конечно, нет, о котором так рассказывал Константин, но и слава богу. Рис ты выбрал правильный, но набор морепродуктов у тебя не соответствует техническому заданию. Но гребешки и кальмары, в принципе, здесь вкусные. Очень неплохое блюдо, но немножечко не то, что мы хотели увидеть. Молодец, спасибо. Спасибо большое. Следующий участник, Алик. Давай. Это поэлья в авторском стиле. Вы зря смеетесь. Это очень вкусно. За кролика хвалю, за кальмара и гребешка не хвалю. И я еще вижу здесь осьминог у тебя. Осьминог, да. Все, аль денте. Это на самом деле похоже на ризотто с морепродуктами. Попробуй. Это не песок, это перец, горошек. Хрустит, как будто не промытая мидия. Все промыто было. Это, наверное, перец, горошек поползло. Ты знаешь, неплохо, но это не поэлья. Это ризотто, может быть, прикольное, с морепродуктами, но чуть-чуть не поэлья. Спасибо. Анатолий. Шер, презентую вам свою интерпретацию поэлья, по-валентински. В состав входит кролик и охотничьи колбаски. Я не догадался добавить курицу, к сожалению. Чтобы придать блюду свежесть, я сделал заправку из томатов. Попробуй сам, прокомментируй. Возможно, немножко не хватает соли. У тебя не хватает вкуса. И соли, и аромата, ощущение рисовой похлевки. Я понял, что... Для меня всегда кухня итальянская, кухня испанская. Это всегда достаточно яркие вкусы. Она не бывает бледной. А здесь немножко пресновато. Спасибо. Спасибо вам, Жизнь. Я понимал, что явно мое блюдо не является лучшим. Но при этом я также понимал, что оно и не является худшим. Анастасия, дерзай. Опачки. Это удивительная девушка, которая два года поработала поваром. И уже шесть лет работает шефом. А у Кости свербит. Потому что он 13 лет варил сосиски в столовой. И у него нет понимания, что человек реально через два года может стать одаренным шеф-поваром. Идите все сюда, чтобы посмотреть, как это не должно быть. Всем понятно? Даша. Настенька, это было показательное выступление. Не обращайте внимания. Все хорошо. Это настоящая паэлья из Валенсии. Самая настоящая. В которой присутствует курица, кролик, морепродукты. К сожалению, улитки я не положила. Я заменила их на кальмар и осьминог. Но украшение было использовано... Советский лимон. Советский лимон, да. И, соответственно, я добавила туда колбаски чироза для той цели, чтобы они отдали легкий вкус копчения блюду. У меня ощущение, что я сейчас нахожусь в самом центре Валенсии. Я сижу в кафе, маленький столик. И вот мне подали настоящую валенсийскую паэлью. Анастасия, я пробую. Я уверена, что вам должно понравиться. А ты знаешь, вкусно. У тебя не пересушены морепродукты. Сейчас я попробую у тебя мидию. Бомба. Спасибо. Рис очень вкусный. Это не паэлья, но у меня это вызывает яркие эмоции. И я уверен, что ничего подобного в команде у Константина нет. Спасибо. Настенька, вы обладаете уникальным даром и уникальным талантом. Вы умеете готовить вкусно. Спасибо. Татьяна, ваш выход. Шеф, когда вы поставили задачу приготовить паэлью, я сразу вспомнила историю, что горячие испанцы даже подали заявку в ЮНЕСКО на признание этого блюда народным достоянием. 20 сентября празднуется международный день паэльи. Если вы так все знаете, что же вы сделали не так, как надо? Я знаю, что нужно готовить кроликам. Честно, я с ним не очень дружу, поэтому я не стала рисковать. У меня в качестве основного ингредиента это курица. Для меня было очень важно приготовить не кашу с рисом. Рис я выбирала белый, круглозерный. Вы очень вкусно рассказываете. Мне теперь очень интересно, соответствует это блюдо вашему рассказу или нет. У меня опустилось что-то немножко в душе, потому что я знаю, что готовлю я хорошо. Возьмите вилочку, попробуйте прожевать это, если у вас получится. Перезапекла. Накосячила, перезапекла. Вы знаете, что такое завод по изготовлению асфальта? Примерно та же самая рецептура. Согласна. Это можно назвать съедобным? Можно. В твоей команде все съедобно. Спасибо. Татьяна, ваша очередь. Профессионал. В моем исполнении поели сегодня с курицей, кроликом и кальмаром рис арборио. Почему на сковородке не подали? Не могу объяснить. Шаг. Очень-очень нежные кальмары. Прям молоко во рту. Спасибо. Очень часто во многих ресторанах кальмары пережаривают. Они такие жесткие и резиновые. Она просто адскую кухню прошла, где были в меню кальмары. А ты что пробовала? Дает булки из-за моих мориков. Потому что я их пересолила. Короны понадевали. Мне нравится. У вас все получилось. Спасибо большое. Спасибо большое. Костя, в моей команде большая часть участников – это профессионалы высокого уровня. которые умеют готовить вкусно. Я хочу вам сказать огромное спасибо. Спасибо, шеф. Вы молодцы. Теперь шефы должны принять непростое решение. Кто покинет проект прямо сейчас? Итак. Янис, спасибо большое. Спасибо и вам. Очень жаль. Очень талантливый участник. Не смог раскрыться, к сожалению, в той команде. Но обидно, потому что вкусное блюдо было. Обидно. Следующий будет... Антон. Спасибо, шеф. Спасибо, Антон. Для меня, поэльно, теперь блюдо, которое нужно попробовать обязательно приготовить. Но точно не сегодня. Это был действительно классный опыт для меня. Передаю тебе эстафету. Первый участник, который прямо сейчас, к моему глубокому сожалению, покинет этот проект. Анастасия. Мне очень жаль. Спасибо, шеф. Спасибо. Я думаю, что он ждал от меня более высокого результата, как от профессионала своего дела. И я немного подвела, скажем так. Следующий участник, который покинет эту студию прямо сейчас... Татьяна. Спасибо, шеф. Танечка, браво. Спасибо за участие. Крутая. Ну, конечно, я немножко расстроена. Я бы хотела еще в одном этапе принять участие. Безусловно, это моя зона русская будет учиться. Посмотри на радостные лица моей команды. И посмотри на траурные лица твоей команды. Потому что главные победители битвы шефов находятся здесь. У меня, посмотри, вот они. Четыре профессионала. Да, они настроены, поэтому они не улыбаются. Потому что это битва шефов, а не кондитерский цирк. Теперь участников ждет задачка посложнее. На этот раз шефы будут давать задания командам друг друга. Итак, сахароза, я даю вам задание приготовить вкусный, ароматик, настоящий суп гаспачо. Что это, Таня? Томатный суп холодный. Гаспачо – это символ андалузской кухни. Легкий холодный суп из перетертых томатов. Но мало кто знает, что для густоты в него добавляют хлеб. Гаспачо, как синдром борща, их существует миллион вариаций. Мне хочется, чтобы вы сделали гаспачо приближенной. Классики. А в классике есть один очень важный момент. Один продукт не добавляется вообще. Гаспачо я делал очень много раз, это будет идеально. Могу поблагодарить тебя, Константин Улиткович. Ты, конечно, молодец, дал легкое задание моим. Я решил подготовить такое же легкое задание для твоей команды. Итак, ивлевцы, ваше задание – сегодня приготовить традиционный аппетитный десерт – крем Каталана. Первый раз в жизни слышу это название. Каталонский крем – традиционный десерт каталонской кухни. Сложность его приготовления в правильных пропорциях крахмала. Этот десерт схож с французским крем-брюле, но готовится не на сливках, а на молоке. Я думаю, что вы понимаете, чем отличается каталонский крем от крем-брюле. Это изделие абсолютно однородное. И я буду обращать внимание на любой эффект отсечения, который может произойти внутри. Неправильные изделия я даже дегустировать не стану. Итак, коллеги, вам дается 45 минут. Всем понятно? Да, хорошо. И что тогда стоим? Да, снизойдет на вас кулинарная благодать. Время пошло! Ну-ка, коллеги, подейте сюда. Вы не по-ивлевски работаете. По-ивлевски – это страх. Идите сюда. Все знаете, как готовить крем Каталана? Да. Что это такое? Это заварной крем. Абсолютно верно. Это крем соединения молока и сливок, настаивание, да, то есть с определенными специями и цедрой. Самое главное – не доводить до кипения. Потом, соответственно, охлаждается. И потом уже как крем-брюле посыпается, соответственно, тростниковым сахаром и поджигается. Всем понятно? Все. Все, давайте, погнали. Я набью яйца. Толик, ты знаешь, как готовить гаспачо? Сегодня буду делать клубничный гаспачо. Не мудри. Костя тебя просил приготовить традиционный классический гаспачо. Я думаю, что все приготовят плюс-минус помидорный сыр, а мой будет выгодно отличаться своим вкусом. У тебя будет клубника доминировать? Она будет гармонично сочетаться вместе с томатами. А ты тогда изначально ему вообще не говоришь, что ты добавил клубнику. Договорились. Ребят, вы неправильно делаете. Вы взялись за яйца, но вам надо настоять во вкусе молоко и сливки. Потому что если он не насытится вкуса, будет не очень хорошо. На моей кухне идет профессиональная слаженная работа. Все работают тихо, все понимают, что делать. Сколько томатов? Три? Да. Они не нуждаются в советах своего шефа, потому что они прекрасно знают, как готовить суп гаспачо. В нем есть несколько подвохов. Настоящий гаспачо готовится с добавлением белого хлеба. Мне нужен хлеб. Интересно, интересно. А вы что, всех учили делать гаспачо с хлебом? Хлеба нет, шеф. Хлеб не обжаривается, а хлеб подсушивается, а потом замачивается в воде. И только в таком состоянии уже добавляется в томатную основу. Я, конечно, знаю, что в гаспачо идет у нас чабата. Я ее решил немножко обжарить на оливковом масле с добавлением прованских трав. Сразу же надо добавлять крахмал. Здесь нужно не переборщить с крахмалом, иначе этот продукт станет резиновый, как башмак. Подобное ничего ты не делал еще ни разу? Нет. Ну, то есть для тебя это сегодня в чистом виде эксперимент? Да. Домохозяйки всей страны, Костя, умеют делать заварной крем, а участники твоей команды не умеют его делать. Да, Ренат Рафинатович, ну, ты понимаешь, что тебе не впервой расстраиваться, не переживай. Я вытру твои скупые кондитерские сладкие слезы. Мальчики, давайте, ускоряемся, ускоряемся. Мы должны всех сделать. Сейчас шеф должен нами восхищаться. Ты посмотри, что Таня делает. Таня делает гаспачо из помидоров и огурцов. И ты мне после этого будешь говорить, что у тебя профессионалы работают. Почему нет? Потому что идут одни томаты и хлеб. Огурец, если идет, да, то есть так же, как и стебель сельдерея, им иногда сверху посыпают. Помидоры свежие. Помидоры в собственном соку, томатный сок, чайбат, болгарский перец, огурец. Надо здесь туда еще сметану с майонезом добавить. Все просто. В блендер уложили, специи добавили, пробили. Все. Я вообще не хочу твистеть. Не твистеть, и все. Знаешь, в чем нюанс этого крема? Здесь очень важно на плите его как будто не доварить, либо крахмала не добавить, чтобы эта масса была жидкая, как молоко. И только в холодильнике она приобретет нужную структуру. Все. Вот, 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 видишь, она у нее начинает подтягиваться как раз. Но его нельзя, чтобы оно кипело, потому что оно сейчас может отсечься как раз вот в этих хлопья. На самом деле, сейчас мы получим брак. Давай. Ну, в идеале, она что должна сейчас взять? Перелить в другую посуду мгновенно, сразу же. Остановить процесс кипения. Ну, зачем ее останавливать, она еще будет продолжать. Смотри. Слушай, а перец, ты как, в кожуре? Да. Не будет вязать на зубах? Не должен, если блендером. В чем есть болгарский перец и испанское гаспачо? В томатное гаспачо, конечно, не входит сладкий болгарский перец. Я не понимаю, консистенция какая должна быть. Но я ее поймаю. Я боюсь, что твои с крахмалом переборщат. Вот я видел несколько сотейников и участников. Там уже прям готовый заварной крем. Что в холодильнике с ним встанет? Картофельное пюре в чистом виде. Скорее всего, я использовал слишком много крахмала. Поэтому мне пришлось добавлять еще желтки, чтобы убрать вот эту песочность. Испанцы никогда не добавляют томаты с сердцевиной, с мякотью. С косточки они несут еще определенную горечь. Насколько сладкие ребята из команды Рафинаточа знают об этом, уверен, что нет. Я избавляюсь от косточек, потому что, когда я буду все это блондерить, оно может поменять цвет и стать слишком розовым. О, смотри, Ленин у тебя что делает. Смотри, у него цвет супа, как цвет детской неожиданности. А ты зря, ты недооцениваешься. Ты попробуешь его суп, и у тебя обморок будет. Попробуй, пожалуйста. Соли не хватает однозначно. Сахар, сахар, сахар. Ивлевцы, я уверен, что вы знаете, что вы делаете, и ваши десерты будут все вкусные. Все хорошо, я крем заварил. Сейчас буду процедовать комочков и заливать формочку. Я сейчас занимаюсь украшением, пока мой десерт отдыхает. А Ленин у тебя уже десятый раз все пробивает. Что-то он все его насилует и насилует, насилует и насилует. Он ждет увеличения объема в три раза. Аниш, попробуй. Вот. Понимаешь, от клубники вот эти зернышки. Шеф не любит зернышки. А здесь тоже она вообще никак не может определиться. Она с такой цедрой. Причем у нее объем крема маленький, скука, она может туда ее тереть. Она просто, видимо, не хочет цедру оставлять другим участникам. Она решила все туда. Я не знаю, может, у меня это со вкусовыми рецепторами что-то, но на вкус я ничего не чувствую, но больше я не буду добавлять. Смотри, у них уже гаспачо почти у всех готово. Да я-то не спорю, что оно у них почти готово. Но такие бардаки на столах. Ну сейчас давай придерись уже к этому. Ну что ты. Мне только собрать осталось. Все, огонь. Для меня это идеальная гаспачо. Холодная, вкусная и свежая. Единственное, что я прогадал, это заранее выложил хлебцы. На тот момент я не подумал, что они размякнут. Понимаю, что все выходит просто прекрасно. И стоп, работа! Чьи подопечные справились с заданием лучше? Кому из шефов сейчас не придется краснеть? Прямо сейчас Ренат Акзамов попробует каталонский крем Ивлевцев. А Константин Ивлев оценит гаспачо Акзамовцев. Костя, предлагаю начать с дегустации моей команды. Как в ресторане. Вначале суп, потом десерт. А в ресторанах значит так. Сначала суп, потом десерт. Дан, сегодня ты просто получишь эстетическое, вкусовое, органолептическое, гастрономическое удовольствие. Летс гоу, мой друг. Коллеги. Повнимательнее у нас гости. Гости изысканные, гости привередливые, гости ворчливые. Вадим. Поехали. Вашему вниманию я представляю испанский жгучий гаспачо. Какой яркий этот гаспачо. Воистину испанский. Добивался того, чтобы косточки томатов не перемалывались и не делали оранжевый цвет или розовый. Браво. Спасибо. Браво. 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 Браво, браво, ребята. Браво, браво. Но вообще, чтобы ты понимал, косточки в гаспачо-то и не идут. Не они осветляют гаспачо, а осветляет гаспачо механическая работа. Что входит в состав этого гаспачо? Огурец, томаты, три вида болгарского перца, заправленные лимоном. Это лучше есть ложка. Ну, вот так просто не надо. Болгарский перец не входит в гаспачо. Ну, это мое видение, шеф. Просто мы сказали о том, что сделать рецепт приближенный к... Классике. Вы, наверное, что-то не слышали. Ужаснейшее месиво. Да не может быть. Это идеальная консистенция. Так просто в свое время один испанский знаменитый писатель сказал о гаспачо. А, попробуйте. У тебя отец повар, да? Он работал долгое время шеф-поваром. Сейчас уже сменил деятельность. Я, так сказать, продолжил. Но я могу сказать по этому гаспачо, что отец может тобой гордиться. Это вкусно. Это не просто вкусно. Это просто такой взрыв эмоций. Ты по вкусу настолько сделал круто. Обалденно. Спасибо, шеф. Если шеф Ивлев похвалил, это достойный результат. Браво. Молодец. Мне это будет льстить еще долгое время. Следующий. Олег. Твое время. Это классический томатный суп. Идет туда фреш. Идет туда томаты протертые. Болгарский перец. Огурец без кожуры. Ты так заморачивался над гренками, для того, чтобы потом у тебя вот эти *** получились. Да. Внешний вид, ну, не самый лучший за счет вот этой всей истории. Второй момент, конечно, очень большое количество овощей. Нету яркого насыщенного вкуса томата. Нету пикантности. Он очень водянистый. Ты что-то до него туда неправильно добавил. С Костей согласен. У нас есть чем сравнивать. Работа первого участника глубокая, правильная, интересная. Ну, каждый раз своя классика. Да-да-да, ты молодец. Все равно заряжен только на победу. Анатолий, let's go. Константин, обрати внимание, тарелка, хлебцы, подача, все, насколько сделано филигранно. Насколько нефилигранно сделано консистенция. Такое ощущение, что это... Это правильный гаспачо. Я представляю вашему вниманию свой вариант гаспачо, в состав которого входят свежие томаты, огурец, томаты в собственном соку и один ингредиент, который я добавил от себя, который в классический рецепт точно не входит. А, ты хочешь, чтобы я его почувствовал? Давай, интересно. Мне интересно ваше мнение. У него вид, вот как будто у тебя прокис суп. Видишь, он пористый. Он не должен быть пористым. Должен быть правильный баланс томата и хлеба. Ты его очень много взбивал, видишь, он у тебя прям превратился чуть ли, я не знаю, в суп фоляр. Ну, ты мне меня суп? Нет, уже не суп. Ты очень замечательный человек, но, к большому сожалению, я не смогу опознать продукт, который там добавлен еще. Потому что кислотность превышает, ничего вообще не чувствуется. Там даже вкуса помидора нет, Толь. Я полностью согласен с Константином. Попробуй сам. Полностью согласен. Когда ты работаешь с помидорами, у тебя два главных продукта должно быть для того же сбалансировать вкус томата. Это соль и сахар. Он добавил, на самом деле, клубнику от себя. А клубника здесь даже и не чувствуется. Потому что кислота взобьет. Спасибо. Спасибо, шеф. Татьяна, ваша очередь. Красивая подача, стильненько, чистенько, ничего лишнего. Все на самом деле просто. Томаты взбиты, с булкой поджаренной. Как ни странно, но у тебя цвет приближенный к натуральному, но флористость, кабачковые икры. Видишь, какая? Гаспачо достаточно яркий. По мне, очень много болгарского перца. Хорош, но у того он идеальный. Все очень вкусно, очень прикольно. Одна из лучших работ сегодня – это фарт. Спасибо, шеф. Ну что, дорогой мой сладкий друг, настал для тебя не самый прекрасный момент. Мне надо кое-кого отправить в аут. Но прошу тебя, будь честным. Помни наш зарок. Святоша Уза, калицемер жесток. Звучит упрямо проповедь моя. Разбойничай, но сердцем будь широк. Как болит голова от задумчивых фраз, от подкрашенных губ и прищуренных глаз, рвутся нервы, и мир обнаженный затих. Как болит голова от тебя. Ай, болит. Да. Ха-ха-ха. Ренат, не грусти, но Анатолию надо сказать спасибо и пожать ему руку. Спасибо, шеф. Спасибо. Спасибо, шеф. Анатолий, молодец. Дойти до финала повару-любителю, ну, это дорогого стоит. Алик, спасибо тебе большое. Спасибо вам большое. Для меня была большая честь видеть тебя в нашей команде. Спасибо. Ну, у меня в этот раз не вышло, не фартануло, как говорится, не повезло. В следующий раз я вам дам хлеба и зрелищ. Ну, а теперь, как говорит Винни-Пух, пойдем ко мне в гости. Прошу. Настало мое время, Константин. Коллеги, хочу представить вам Рената Акзамова. Этот человек не понаслышке знает о сахаре все. Насколько он знает о каталонском креме, сейчас узнаете и вы. Я хочу на эту сцену пригласить представителя народного творчества из города Твери Сергея. Представляю вам каталонский крем, который похож на крем-руле. В качестве бонуса я сделал соус на основе черники. Ну, видишь, он из Твери, он без варенья не может. Потому что она произрастает в Турском крае. Молодец. Вот это я понимаю, вот это вот презентация. Для чего ты добавил сюда мятую, пожухшую, гнилую голубику? Посмотри на нее, в каком она состоянии. Вот такая, как курица. Дальше. Скажи, пожалуйста, вот это что за черные вкрапления? Это я пережег сахар. Моя ошибка, да. Как ты считаешь, вот эта консистенция жидкого супа нормальная консистенция? Должна быть чуть-чуть поплотнее. В разы поплотнее. Ну, давай попробуем. Возьми, пожалуйста, ложечку. Попробуй крахмал на вкус. Тебя устраивает количество сахара? Количество сахара устраивает, количество крахмала, согласен с вами, очень много. Ты дал много крахмала, ты его не заварил. Второе. Очень большое количество сахара. Он приторный. Мне бы хотелось, конечно, его по своей традиции выбросить, потому что я считаю, что такой десерт подавать нельзя. Но правило есть правило, поэтому решение будет в данном случае принимать Ренат. Спасибо, Сергей. Возвращайся. Итак, Даниил. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Костя, может быть, ты сразу поступишь, как на адской кухне? Первый раз я это делал, тоже немножко переборщил с крахмала, поэтому я его переделывал. По поводу консистенции крема, ну, как бы не видел ни разу. Ты знаешь, Костя, у тебя очень хорошие участники, и мне не хочется их разносить в шипки. Но ты же прекрасно понимаешь, что перед нами брак. Зачем брак дегустировать? О, он у тебя вообще даже отсекся. Ну, я про это и говорю. Спасибо. Я согласен с мнением шефов. Если бы мне такое же блюдо принесли, конечно, бы я не стал любым густером. Лавиния, солнце мое. Я прям за тебя держу кулачки. Каталанский крем. Классический, с цедрой. Со временем карамель у меня, как вы можете видеть, растаяла. У других участников грустящая карамель была даже на жидком десерте. А у тебя бульон. И сейчас я не понимаю, почему. Он тебе, значит, не слишком застыл. Подача мне нравится. Все в таком нормальном кафешном варианте. Давайте попробуем. В сравнении с предыдущими участниками твое изделие можно считать не браком. У тебя многое получилось. Нижняя часть мне нравится. Однородный, вкусный, эластичный, мягкий крем. Молодец. Спасибо, Саша. Лавиния, спасибо. Приглашаю на эту сцену Константина. Ой-ой-ой. Ну, Константина, подача прям такой. Завтрак в отеле. Брал за основу крем-патисьер. Он немножко не застыл, конечно. Я вам хочу попробовать печенье. Это очень классное дополнение к десерту. Крем Каталану подают часа с печеньем. Ты сделал все правильно. А теперь мне хочется проверить, твое изделие все-таки правильной консистенции или нет. Есть абсолютно жидкая масса, похожая на молочный коктейль. Что-то пошло не так, сейчас. Все пошло так. Все у тебя классно, кроме консистенции. Крахмал не чувствуется. Количество апельсиновой цедры правильное. И мне нравится твоя подача. Нравится больше, чем у всех участников. Спасибо, шеф. То здесь реально можно вот так помакать, съесть, и это вкусно. Для меня, как для перфекциониста, это был крах. Мы в итоге не получили ни одного нормального десерта. Я назову имена тех участников, которые приготовили очевидный брак. Первый участник, который покинет команду, Константина Ивлева. Данил. Спасибо. Данил, спасибо. Надеюсь, в будущем все получится. Спасибо. Да, жаль. Жаль, если честно. Наверное, мы все-таки подрасслабились. Мне очень жаль, но... Сергей. Спасибо за участие. Большое спасибо. Я за тебя болел. Мне хотелось, чтобы ты выиграл. Спасибо. Я маленько расстроился, но это огромный опыт, общение с такими великими шефами. Итак, друзья мои, сейчас будет финальная битва, которая определит лучшего среди вас. И лучшего среди нас, Костя. Среди нас и так все понятно, Ренат. Посмотрим сейчас по этому конкурсу. Кто в белом, тот и царь. Так вот, продолжаем испанский стыд. Как говорится, финальное задание. Нужно приготовить одно из самых знаменитых испанских блюд под названием тапос. Испанский тапос, если кто не был и не знает, не обязательно должен быть на хлебе. Испанский тапос это что? Закуски. Которые подаются как и на кусочках хлеба, так же, как и являются самостоятельными. Это будет тяжело сделать эффектно, потому что тапос на самом деле это очень простые закуски. Мы хотим увидеть не просто тапосы, а хотим увидеть ассорти испанских закусок. Мы не ставим вам с Ренатом задание приготовить у кого больше. Ваша главная задача приготовить вкусно. За каждое задание это прям как какой-то взрыв в голове. Итак, у вас 45 минут. Да победит сильнейший! Я хочу сделать тортилью. Такой большой омлет с картофелем внутри. Его используют на закуску. Это непростое блюдо, и немногие умеют готовить, но в Испании оно занимает очень большую ценность. Так же я на хлебе подам вырезку. Я должен сделать три закуски. Будет позиция рыбная, позиция из птицы, и будет вегетарианская позиция, чтобы можно было всем угодить. Как минимум я хочу сделать много мелких закусок. Это будут тапосы на хлебе в виде канапе. Хочу сделать еще гуакамоле. Я сделаю просто, быстро, вкусно. Так, значит, тапос у меня будет сардины, с зеленым яблуком, маринованным луком, с грибами. Один с горгонзолой, с сливочными орехами, медом. Остальное сейчас придумаем. Я понимаю, что сегодня победа у меня уже в кармане. Я буду ехидно смотреть вот на эту глыбу. Удачи, мой сладкий друг. Джокер сегодня в моей команде, и это моя маленькая девочка, которая сегодня просто-напросто победит. Тут важно очень тонко нарезать картофель, чтобы он у меня успел приготовиться. Смертельный номер. Так, тартилья у меня сейчас сама дойдет. Я начинаю жарить морковку с луком. Я блондарил морковное пюре. Это будет такое, как соус к тапосу. К нему будет сальса из тунца с оливками, вяльными томатами и патиссонами. Этот тапос я собираю сначала нанесением на тарелку как раз морковного конфитюра, после чего я выкладываю уже заправленный тунец. Я сейчас делаю брускету с лососем и вялеными томатами со сливочным сыром. Я приготовил пять видов брускетта. Это были обжаренные шампиньоны со сливочным сыром, маринованный лосось, гуакамоле и вялеными томатами, тунец татаки с гуакамоле. Я поджарил зеленый горох и просто дополнил к своей картине. Ох, как красиво! Все, как я люблю, все для девочек. Знаете, вот чтобы девочка съела, и ей было очень хорошо и здорово. Получается, что у меня есть овощной тапос с сардиной, сыром виноградом, с грибами чесноком и с прошутом. Жарю вырезку, чтобы подать ее с хлебом, тертым томатом, чесночком еще хлеб натереть. Идеальное сочетание. Так очень многие в Испании перекусывают. Выложу горячий стейк. Будет тапос на двоих. Отличный аперитив. Продолжаю делать вторую закуску. Это печеный баклажан с горгонзолой, вялеными томатами, томатами черри, заправленный соусом чимичури. Сейчас у меня на подходе закуска с курицей. Я смотрю на блюдо и думаю, ну, молодец же. Стоп, работа! Ну, а теперь слепая дегустация. Шефы будут пробовать блюда участников, не зная, кто автор шедевра, в чьей команде окажется настоящий кулинарный бриллиант. У Ивлева или Акзамова? Костя, давай все-таки начнем по очереди. Давай возьмем блюдо под номером один. Я прям волнуюсь. Это вообще-то тапос. Скажи, Костя, это из чего сделано? Из яйца и из картофеля. Я точно знаю, что это не его блюдо. И реально ответил, это его блюдо. Слышишь? Слышишь? По их глазам я понимаю, что это не то, что они ожидали увидеть в финале. Это блюдо у меня не ассоциируется вообще с тапосами. Понимаю, что это приготовил Константин из твоей команды. Мне все понятно. Я большое количество был в Испании. То есть такой набор имеет место быть. Это тапос, но это не тапос, который должен быть представлен в финале битвы шефов. 50% этого тапоса – это просто наполнение продуктами. И даже не очень хорошее наполнение. Вот здесь вот оливки, маслины, и здесь они сухие. Я пыталась как-то выделиться именно за счет традиционности. Итак, Костя, интересно посмотреть работу следующего участника. Конечно, волнение было внутри меня. Ну, вообще, у меня такое ощущение, что это Татьяна. Мне кажется, это приготовила лавиния. Соглашусь, что, может быть, приготовила это лавиния, потому что это вкусно. Но, если честно, не очень презентабельно. Я себя старался успокоить. Вот это я вообще пробовать не буду. Разря, кстати. Попробуй кабачковую икру. Это тюна. На манер кабачковой икры. Перемудрили. Перемудрил. Здесь, я смотрю, и авокадо, и виноград. По вкусу очень неплохо. Ну, кстати, неплохо в два блюда. Вот это, согласен, не очень. Ну, здесь неплохо. Если бы они были именно в стиле тапс, то есть поменьше порежены, то есть они были бы неплохим. Я мог это разрезать еще пополам, и все было бы идеально. Итак, участник номер три. Ну, понятно, что здесь помидоры, как продукты уложены. Именно по вкусу я был уверен на сто процентов. Пробуй, Костя. Это же выпускница адской кухни. Нет, не Таня. 99 процентов. А вот это все-таки твой. Ну, мне приятно, что ты лучшее блюдо ассоциируешь именно с моими участниками. В принципе, чуйка у тебя уже есть, конечно, появилась. Если уж брать из всего. Ну, это, по крайней мере, побогаче. Выглядит презентабельно. Такой а-ля вариант фуршетный. Может быть, да. Мне не победить в этом конкурсе мальчик из Тамбов. Итак, блюдо номер четыре. Ой-ой-ой. Вот теперь мне стало совсем грустно. Немножко потряхивается, скажу честно. Вот теперь я понял, что именно это блюдо приготовила лавиня. Ну, это однозначно, наверное, Травникова. Вот ты берешь это, а здесь начинает все это падать. Это лавиня. Это лавина, которая тебя просто смоет, как в одном месте. Вот это попробуй. Это нереально вкусно. Это типа форшмака, да? Абсолютно верно. Это настолько нереально вкусно, что я даже выплюнул это. Я думал, ты мне реально хочешь, чтобы я насладился вкусом. А ты меня просто заблокировал до конца дня сегодня. Это все на любителя. Итак, мы продегустировали все четыре блюда финалистов проекта «Битвы шефов». Вот это, конечно, это вот такая домашняя посиделка на кухне. В любой точке мира, только не в Испании. Вот здесь есть что-то интересное. Здесь тоже видно, что специалист неплохой. Вот это изделие под номером четыре, ну, очень-очень слабое. Какое блюдо выиграет этот кулинарный бой? В чьей команде окажется победитель? У Ивлева или Акзамова? Кто из шефов сегодня будет праздновать победу? Итак, коллеги, победителем проекта «Битва шефов» становится... Автор блюда под номером... Три! Чье? Моя шефа. Да ладно! Спасибо, шеф. Да ладно! Да ладно! Вот так вот! Костя, что делаешь, чтобы ты понимал? Костя, держи. Абсолютно заслуженно. Спасибо большое. Браво! Это было нечто нереальное. То есть это прям взрыв какой-то эмоций. В моей голове произошел просто аномальный переворот. Костя, ну ты красавчик. Конечно, здесь все сделано прикольно. А вот это кто готовил? Я готовил шефа. Ты знаешь, вот мы выбирали между этих двух тарелок... Как бы тебе не было сейчас прискорбно, давай просто-напросто всем похлопаем. Хлопаем победителю битвы шефа! Спасибо. Мы только вошли во вкус. Все самое интересное впереди. Да будет битва шефа! Субтитры сделал DimaTorzok